Все не так, как кажется с первого взгляда. Начну я с этого. Все мы вместе, все мы здесь, не просто зрители, слушатели, не просто спикеры, организаторы. Все вместе мы создаем нечто удивительное. Каждый из нас создатель TED, каждый из нас создатель сегодняшнего настроения, сегодняшнего состояния. Каждый из нас создает свое будущее прямо сейчас. Начну я с самого начала, со своей личной истории, что все действительно не так и кажется. Много лет назад, в детстве, когда я училась в школе, я очень любила творчество и не очень любила школу, хотя я была отличницей. Эти вещи были для меня такими противоположными, антиподами. И позже, когда мне было 18-19 лет, я написала такой стих, который назывался «Академия звездного неба». Это о том, что мы, наверное, немножечко предчувствуем свое будущее, мы немножечко чувствуем то, что для нас будет ценно потом, позже, наверное, чувствуем какое-то свое предназначение. Я прочитаю этот стих, Академия звездного неба. Моя Академия звездного неба открывается ночью. Дан приказ по всей земле освещение выключить срочно. Гаснут фонари, тает неон, черноокая полночь сходит на трон. На поле падающих звезд добро пожаловать. Здесь можно самое заветное желание загадывать. Сегодня Бюро сказочных снов работают бесплатно, танцуют румбу-мотыльки, служащие внештатно. Но вот для моих посетителей сенсация. Новый Архимед и Ньютон в Академии неба вывели жизненно важный закон. Если смотреть на звезды открыто и искренне, нам непременно откроется краешек истины. Конечно же, тогда я не знала, чем я буду заниматься. Я не знала, что вся моя жизнь будет связана с творческими идеями, созданием нового. Я не знала, чем я буду заниматься потом. И вот уже 20 лет я занимаюсь теорией креативности, я занимаюсь обучением учителей, занимаюсь в принципе тем, о чем я когда-то просто только догадывалась. С одной стороны, это так здорово, заниматься тем, что ты чувствуешь такими интересными проектами. Диссертация была по литературной креативности, потому что, когда я была девочкой, мне не хватало учителя рядом, который мог бы раскрыть мою литературную креативность. Я провожу тренинги для учителей, для школ, чтобы эти дети уже были более счастливыми. Казалось бы, так все здорово и это замечательно, но оказывается, ну все не так. Со студентами мы проводим разные исследования и на курсах по одаренности мы изучаем биографии великих людей мира, изучаем, как они жили, как они творили, что с ними происходило, какой была их биография и так далее. И мы пришли к очень интересным выводам. Буквально пару дней назад на этом курсе мы изучали биографии Коко Шанель, Стива Джобса и так далее. И что мы заметили? Оказывается, где-то 80% из креативных, одаренных величайших людей, да, все-таки они были, ну имели сложное детство, непростое детство, да. Все они, мы знаем эти истории, многие из них были несчастными в браках, да, они имели таких вот гармоничных отношений, многие из них пребывали в таких депрессивных состояниях, в перепадах, в эмоционированиях, в залипании только в свою деятельность, нарушении баланса и так далее. То есть все это, в принципе, было. Мы это анализировали, наблюдали, и у меня возникла такая мысль, ну почему это происходит? Мы настолько их ценим, мы настолько им благодарны за то, что за их открытие, да, за то, что они действительно изменили мир к лучшему. Но неужели они недостойны счастья? Неужели нельзя соединить и то, и то? Потому что есть такие шутки у психотерапевтов, что здоровые люди, да, ничего грандиозного не создают. Но я не согласна с этим. Я начала задумываться, возможно ли креативность и счастье, возможно ли соединение и того, и того. Действительно ли это миф, что все креативные, мега такие талантливые, они почему-то вот что-то у них должно быть не так. Я с этим была не согласна, я начала изучать. Знаний мне не хватало, и я пришла, 5 лет назад я начала заниматься позитивной психотерапией, семейной позитивной психотерапией. Тут, кстати, сидят мои учителя, очень благодарна тем людям, которые меня ввели в этот мир позитивной психотерапии. И поскольку я в первую очередь креативщица, то я наложила одну систему с другой. Есть такие технологии ТРВЗ, теории решения изобретательских задач. Мы накладываем одно на одно и получаем нечто другое, абсолютно новое. Я не скажу, что я что-то открыла новое, я просто открыла какой-то небольшой ракурс, немножечко по-другому посмотрела на те темы, которые рассматривали. Итак, в чем же секрет? Мне тоже это было важно, потому что у меня тоже были, как вы понимаете, характерны некоторые моменты, вот это желание заслужить любовь у мира, ну и так далее. Вот эти все вещи, которые в принципе где-то глубоко внутри свойственны таким вот людям. И после того, как я углубилась в эти темы, я поняла очень интересные вещи. Оказывается, есть такие факторы, которые в принципе действительно влияют на творческих людей. И я назову только четыре таких основных, таких интересных вещей, которые для меня открылись. Ну, например, я поняла, что все-таки творческие люди креативные, люди, не буду пока разъединять, хотя немножко есть разница, но тем не менее, все они, им свойственен такой вот невроз двойного захвата. То есть это когда есть ценности из одной плоскости, например, семья, рождение детей, да, то есть такие вот абсолютно для всех людей абсолютно понятные вещи и ценные вещи. С другой стороны, есть плоскость другая, это самореализация, самораскрытие. Они очень хотят, ну вот что-то очень значимое сделать в своей жизни. И вот если для большей части людей все-таки только одна сфера для них приоритетная, да, то для креативных и творческих им важно и то, и то. А если ты еще и мама, ну я как бы за гендерное равенство, но тем не менее есть некоторые нюансы, да, которые знакомы. Например, там чувство вины постоянно у мамы, когда она как-то вот не до там и не до там, она какая-то не до мама там и не до реализованная там. То есть есть такие моменты. Действительно, это такой факт есть. Второй факт это то, что я поняла, что все-таки творческие люди, они мир воспринимают как такого фигура родителя. То есть вот как большой мир, как мир мамы, да, большая часть, мы помним, да, 80% имели сложное детство. И вот у них творчество как компенсация. То есть мир, полюби меня, вот я посмотри, я это умею, я это умею, вот это умею, вот я такой, да. И от этого идет зависимость от мнения, признали твое творчество, не признали. То есть становимся, мы цепляемся за это. И тогда сложнее быть потоком, раскрываться, да, а не только вот как бы компенсировать. Третий такой факт, который я поняла, и как бы барьер такой третий, да, в счастье, в креативности, да, в том, чтобы креативность была таким счастьем одновременно и творчеством, это то, что творческие и креативные люди, креативные немножко меньше, творческие больше, они залипают в свои способности. То есть я поняла, что они ассоциируют себя со своими способностями 100%. 100%. Если мы же за что-то цепляемся, это от нас убегает, вот есть такое понятие. И баланс действительно нарушается. И получается, что они ассоциируют себя с талантами, я поэт, я вот этот, я вот этот. Это как бы замечательно, но не все так, как кажется. Есть другая теория, мне она кажется более интересной. Теория такая, что мы приходим с талантами, но мы приходим еще и с недостатками. И мы должны вот эти недостатки перевести в достоинство. И только когда мы это переводим, творчество раскрывается как цветок на этом фоне. И тогда способности являются просто фоном. И, ну, в общем, все происходит намного лучше. И четвертый такой факт, который мне был интересен, это то, что творческие и креативные люди, они действительно вот они залипают в творчество, и еще они не умеют баланс выстраивать, вот в жизни баланс. И еще такой интересный момент, что они все-таки настолько встраиваются в эту деятельность, что им сложно от этого как-то вот отойти. И таким образом можно подвести итог, что творчество есть двух видов. Как я для себя поняла, что творчество есть как компенсация. Это то есть мы такие половинки и доращиваем вот целостную личность за счет креативности, но тогда это все-таки больше арт-терапия. А есть второй вид творчества, это как поток. Это как вот ты просто не зависишь от того, что тебе скажут, признает тебя мир, не признает. И, кстати, вот такой тоже интересный факт, что творческие и креативные люди, они воспринимают все очень, ну как бы цепляются за мнение, за то, как их воспринимают. Это очень сложно. И вот если второй вид креативности, то действительно все раскрывается как такой цветок, и тогда становится комфортнее человеку. Что такое метакреативность? Вот компенсация, ага, компенсация или самораскрытие. Я, конечно же, все-таки за самораскрытие. На то, чтобы все люди поняли, что все-таки нужно двигаться в эту сторону. Хотя мы проходим все стадии, и те стадии, и ту стадию, и ту стадию мы можем действительно проходить, но все-таки это лучше. Что такое метакреативность? Для меня это креативность плюс счастье. Это нестандартный свежий взгляд на мир. Креативным людям это свойственно. Это свежесть взгляда на себя, на свои события. Ну, согласитесь, одно дело, если поэт создает идею стиха, другое дело, если поэт идею стиха создает, еще и видит какие-то свои особенности, которые нужно развивать, то есть переводить недостатки в достоинство. И когда он создает не только стих, а еще и свою прекрасную жизнь, свои отношения с близкими, что-то меняет в себе, то я считаю, что это действительно метакреативность, это креативные способности в создании себя, в создании своего дня, в создании своей жизни. И какие же техники могут помочь? Я считаю, что это действительно все возможно, такая метакреативность. И какие же техники могут в этом помочь? Назову несколько, которые мне очень помогают, с которыми я поделюсь, они очень творческие. Ну, первое – это магия метафоры. Первая такая техника, которую каждый из вас может применить в жизни, это когда мы смотрим, это техника из позитивной психотерапии, я ее добавила в жизнь, в реальность, немножечко расширила, и это о том, что творческие люди же все обладают образным мышлением, правильно? И создание, и метафоры – это же, ну, это о творчестве, о креативности, это из той науки. Но мы переносим жизнь в реальность, и мы видим со стороны, магия метафоры – это когда мы видим со стороны себя, свой день, свои события, на что похоже наше утро сегодня, каждый подумайте, что это за метафора такая, на что это похоже, на что похожа наша жизнь, на что похожи наши отношения сейчас. Конечно же, все развивается, да, но сегодня это так, а завтра это так. Очень важно, когда мы видим какие-то негативные ситуации, видим образы, метафоры, на что это похоже. Когда мы становимся наблюдателями, наблюдаем со стороны за тем, что происходит, тогда действительно мы становимся творцами, мы меняем эту ситуацию. Итак, магия метафора – это первая техника, которую можно применять и развивать свою мета-креативность. Магия метафоры. Вторая техника, она называется модель. Модель – это когда мы хотим что-то изменить, она похожа, но немножечко другая. Это когда мы что-то хотим изменить, ну, например, хотим из жизни убрать лишнее, оставить только главное, да, и для этого мы начинаем убирать в квартире, я думаю, знакомо многих, да, или хочу больше порядка в жизни. Мы берем и по полочкам все раскладываем, книги, да, и так далее. И таким образом эта модель работает для нас в жизни, действительно это трансформирует. Ну, третья техника, которой я поделюсь, это Симарон. Это есть такое направление, технология, она очень интересная. А это юмор, это легкость, это постоянная такая новизна. Это когда мы с юмором смотрим на какие-то вещи, и когда мы легко смотрим на что-то, то это быстрее происходит. Я думаю, вы замечали по ситуациям в жизни. Симарон, это одна из техник, это, например, с юмором, например, сажусь на диету, пишу на листике диета, кладу ее на стульчик и сижу на ней. Вот, ну, казалось бы, так что-то странное, неужели это работает? Ну, не буду рассказывать все подводные, это как бы механизмы, но это действительно работает. Не полностью, но немножко, да. Еще это добавляет просто легкости в процесс. И, например, может быть, еще такая техника вот из Симарона, это когда, ну, там есть такой образ, мурчит, не мурчит. Вот как бы мы внутри такого котика себе так, и что нам нравится, что нам не нравится. Если мурчит, о, мое, точно этим буду заниматься. Не мурчит, не мое, не буду, не хочу. Вот что-то типа такого. Вот такие техники. И завершить я хочу на шагах. То есть завершая свое выступление конкретными шагами, что мы можем сделать пошагово. Ну, по крайней мере, для меня это было ценно, важно. Первое – это честность с самим собой. Это просто посмотреть на свою жизнь и понять, что все-таки, ну, не все так, как хотелось бы. Есть что менять, есть что улучшать, есть куда двигаться. То есть честность с самим собой – это когда мы понимаем, что хочется лучше, ну, на данный момент вот так. Это как бы перезастегнуть все пуговички на ново, да, то есть первая пуговичка застегнута неправильно все-таки, и все остальные потом тоже, да. И поэтому вот перестроиться, такой апгрейд сделать. Вторая, второй шаг такой – это ценность себя. Это длительный процесс, но тем не менее, ценность себя. Понять, что да, я не идеальный, да, я уникальный, да, я могу что-то делать не так, может, что-то не получаться, но я ценю себя. То есть вот эту целостную личность, все-таки ценность вот эту поднимать, и есть много разных практик, как это делать. Итак, ценность себя – это второй шаг. Третий шаг – это баланс, это такой великий серединный путь. Это когда мы все-таки не только залипаем в какую-то одну сферу, не только кайфуем от креативности, ну, как это классно, а все-таки мы, как вот, знаете, стульчик и ножки у стульчика, да, разные. То есть если что-то происходит не так, то есть другие еще ножки у этого стульчика, да, то есть мы крепко сидим на нем. Потому что если одна ножка, с ней что-то происходит, как у многих творческих людей, бывало, да, что что-то рушится в карьере, в реализации, то рушится, в принципе, все, рушится жизнь. К сожалению, многие люди действительно рано ушли из жизни, становится таким расходным материалом. И легкость, легкость, добавляем такого свежего ветра, новизны, вот, новизна. Четвертое – это вот такая новизна. Мы добавляем новизну в жизни, не сильно много, чтобы не разрушила, но как бы постоянную новизну, потому что когда нет новизны – это старость. Вот, что я для себя поняла. Нет новизны – это мы стареем. Вот, поэтому новизна обязательно для развития метакреативности. И последнее – это свежий взгляд на мир, на себя, на события, на свою жизнь, как ребенок, свежий взгляд, да. Постоянно такое закрыли двери в прошлое, да, и мы вот смотрим, что сейчас. Вот, и вот такая свежесть, легкость в мире, легкость, свежесть восприятия, как у детей, да, дети – это же творцы. Вот, помогает нам действительно быть метакреативными и создавать свою жизнь, свое настроение, свое состояние, ну, и глобально действительно свою жизнь.